Встреча прошла по инициативе правительства Брянской области. Провели совещание начальник регионального МЧС Вадиму Варкин вместе с заместителем губернатора Николаем Щегловым. К обсуждению проблемных вопросов были привлечены руководители районов, замы глав по социальным вопросам, председатели комиссии по чрезвычайным ситуациям и оперативно-поисковых бюро, сотрудники ГИМС и другие. Как отмечалось всего с начала года, на водоемах области утонули 16 человек. С 1 июня 11, из них один ребенок. Участники совещания подчеркивали, что наибольшее внимание необходимо уделять профилактическим мероприятиям, нацеленным в первую очередь на безопасность детей на водных объектах. Одной из мер будет проведение родительских собраний. Каждый родитель каждого ребенка, то ли он посещает детский сад, то ли школу, то ли техникум, то ли он учится в ВУЗе, все должны быть предупреждены. Там, где вы не доведете информацию до родителей, детского сада, школьников, техникам и ВУЗов, под роспись, ситуация напряглась. Если вы не исполните этот приказ, отвечать придется перед прокуратурой. Николай Щеглов поручил директору департамента образования Владимиру Оборотову лично предоставить информацию от каждого образовательного учреждения о проведении родительских собраний. Еще одна причина гибели на воде – это пьянство. Как было отмечено, в 70% человек тонет в состоянии алкогольного опьянения, а если это происходит в необорудованных для купания местах, вероятность печального исхода – 100%. В подтверждение тому трагедия на воде, произошедшая в минувшие выходные в Брянске. На территории пляжа Жадовокзал Брянск-1 было обнаружено тело. Там происшествие случилось выше по течению. Труп проплывал за территорией пляжа, был обнаружен отдыхающими и подтащен к берегу на территории пляжа. То есть происшествие случилось не на территории пляжа. Необорудованных мест для купания в области немало. В лидерах здесь выгонический район, где по большому счету стоит запрет на купание. Комиссии в районе выезжают на водоемы. Какое-то слежение за соблюдением порядка есть, однако проблема остается. Либо вы давайте пляж водите в строй, как положено. Единственный район в области остался, который не выполняет решения, ни оперативно освещает, ничего вообще. Либо давайте активизировать работу по запрету купания. Пусть в выгоническом районе люди есть другое место купаться. Жирятинский район, пожалуйста. Делайте информацию, куда выезжать в Жирятинский район. Зловой администратор созванетесь. И пусть туда ездят, если вы не в состоянии это сделать. По итогам было предложено проводить профилактические мероприятия, разъяснительные беседы с родителями, решать вопросы с инстанкционированными пляжами, продолжать работу по патрулированию водоемов. Андрей Мамошин, Евгений Седачев. События. Брянск.